Знаешь, ангелочек, я в тебя, кажется, втюрился, но все равно не могу бросить партию в середине игры. Блеф это блеф, и уж если блефуешь, блефуй до конца. Великий Никола Макеавелли когда-то сказал, это двойное удовольствие обмануть обманщика. Остается выяснить, где туз. Здесь. Ты уверен? Ну тогда посмотри на своего туза и что ты проиграл. Что и говорить, эти слова красной линии проходят по сюжету прекрасной итальянской кинокомедии «Блеф». Интеллигентные люди обычно стучат перед тем, как войти. Тем не менее, я очень рад. Ты? Кто такой? Что ты тут делаешь? То, что и ты собирался. Фильм, снятый в 1976 году, является отличным примером того, как с помощью эксцентрики, буфонады и выдумки можно создать настоящий шедевр. Не строй из себя дурачка, а то попадешь на яхту в горизонтальном положении. Меня всегда убеждали убедительные доводы. Молодец. Давно бы так. Несмотря на некоторую наивность сюжетной составляющей, просмотр кинокартины доставляет несказанное удовольствие. Бесподобный, виртуозный актерский дуэт Адриана Челентана и Энтони Куина смотрится на одном дыхании. Их забавные трюки, уловки и фокусы продолжают удивлять и вызывать восхищение, несмотря на то, что фильм вышел 45 лет назад. Ой, Куранто! О-о-о, вот это сюрприз! Вот неожиданная встреча! Тебе удалось выбраться из Лепрозория? О да, наконец-то! Великолепный режиссерский стиль, классика итальянской комедии Серджо Карбуччи дает нам, зрителям, возможность отдохнуть и получить истинное удовольствие, наблюдая за происходящим на экране. Погоди, значит под землей? Полным-полно этих небелунгов и тут их сокровища! Тогда действительно мы сорвем неплохой банк! Не могу не вспомнить и про прекрасную музыку композитора Лелио Лутаце. Его веселые и задорные мелодии удачно вплетаются в общую атмосферу кинокартины. Буквально с первых кадров начинаешь чувствовать музыку, как одно целое, с общей темой комедии. Многие из вас, скорее всего, отлично помнят, что фильм «Блеф», вышедший в советский прокат в далеком 1979 году, имел оглушительный успех и пользовался заслуженной популярностью у советских зрителей. А почему ты живой? Я воскрес, взял пять манекенов, посадил их на пять мотоциклов, сам сел на шестой и сказал им «Поехали!» И вот мы здесь! Все очень просто! Я же, в свою очередь, настоятельно рекомендую вам обратить внимание на эту кинокомедию и по возможности посмотреть ее. Поверьте, оно того стоит! На этом я прощаюсь с вами. Видео подготовил Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы! Субтитры создавал DimaTorzok